Ну и кто это такие? Если вы хотите понять и происхождение нас с вами, пути происхождения людей, надо хорошо понимать, а кто такие приманки. Какие черты мы считаем человеческими, абсолютно зря. Потому что это просто общие черты всех приманок абсолютно. Первая важнейшая особенность всех приманок – хватательная конечность. На самом деле, пятипалая конечность характерна для всех позвоночных тетрапок, то есть для тех, кто вышел на сушу. Но у приматов происходит удлинение пальцев. Вот это ладонь гориллы, вот это ладонь человека, вот это ладонь шимпанзе. Обратите внимание на размер большого пальца по отношению к человеку. Вот это ладонь у индрия. Обратите внимание опять же на размер большого пальца. А вот это ладошка у потта. У разных приматов по-разному, но это всегда хватательная конечность. Как даже по небольшому фрагменту можно понять, что имеешь дело с черепным приматами? Во-первых, вот она глазница, вот она височная яма. У всех приматов есть вот эта костяная стеночка между глазницей и височной ямой. Абсолютно у всех. А на остальных черепах вы этого не увидите. Ну вот, допустим, вот череп африканской гиеновой собаки. Вот глазница, вот височная яма. А между ними вообще нет никакой преграды. Только вот небольшой надглазничный отрост. Плюс к этому, если сравнить объемы мозговой части черепа и челюстной части черепа, вот это вот характерно для псового. А теперь смотрим примат. Челюсти могут быть очень сильно развиты, но при этом какая мозговая часть? Очень крупная. И еще одна очень важная вещь, которая хорошо видна на черепах. Глаза у приматов где? На какой части черепа? На передней, боковой? На передней, отлично. А у подавляющего большинства других живых существ? На боковых. В результате приматы способны рассматривать один предмет перед собой двумя глазами сразу. А это дает информацию о расстоянии от объектов в глубину. То есть обеспечивает бинокулярное зрение. Для большинства живых существ вещь, которая малодоступна. Начнем мы с самой древней группы. Вот общердословные древние. Вот они, древние полуобезьяны, исходная группа. От древних полуобезьян происходит две разные группы. В чем дело? Примерно в это время стал образовываться Атлантический океан. И Америка откововывалась от будущей Евразии. В результате часть полуобезьян осталась в Старом Свете, а часть оказалась в Новом Свете. В Новом Свете от полуобезьян Нового Света происходит вот эта ветка. Американские широконосые обезьяны. А в Старом Свете, в Африке, в Азии, в Европе, от полуобезьян Старого Света происходит, как вы видите, очень многообразный публик. Во-первых, в отличие от американцев, полуобезьяны Старого Света выжили до наших дней. Во-вторых, от них происходит мартышкообразная обезьяна, человекообразная обезьяна. А в рамках человекообразных обезьян одна из групп дает начало очень такой своеобразной группе человекообразных обезьян гоминидом. И мы являемся единственными представителями гоминид, которые обитают на планете к настоящему времени. Ну вот теперь давайте немножко знакомиться. Начнем с полуобезьян. Полуобезьян, как правило, знают хуже остальных. Ну вот по очереди поехали. Первая группа – лемуровая. Лемурида – это самый распространенный лемуров. Ну, во-первых, большинство полуобезьян обитает на острове Мадагаскар, и часть из них еще в Юго-Восточной Азии сидит. Но вот лемуры все сидят на Мадагаскаре. Вот это самый распространенный всех лемуров, кошачий или, как его иногда называют, пыльцехвостый лемур, коапка, размером примерно, ну, среднюю дворняжку. Очень длинный хвост, который раскрашен характерным образом. Лемуры эти ведут в основном наземный образ жизни. На деревьях только ночуют и прячутся в случае опасности. Кормятся, отдыхают и так далее на земле. Существа, как и большинство, подавляющее большинство приматов, социальны, то есть живут такими большими группами. Кстати, кто понимает, зачем могут быть нужны такие ярко окрашенные хвосты? А вот давайте посмотрим вот на что. Хорошо. Группа лемуров разгрелась по вот такой поляне, заросшей высокой травой. Как понять, что со своими соседями все нормально? А хвосты торчат над травой. Для них это средство общения. Помахивание хвостом, определенная поза, которую принимает хвост, определенные жесты хвостами, играет очень большую роль в их системе общения. Они ловко и быстро не только двигаются по деревьям, но и бегают по земле. Достаточно похожи на кольцехвосты племуров вот эти вот вари. Вот это в данном случае красно-черный вари. Вот мама красно-черного вари за тенышем на дереве. Тоже на самом деле достаточно наземное существо. Вот это низкая такая взбудораженная мамаша. Обратите внимание, вот это вот темное под животом. Это что у нее такое? А вот это нормальное положение маленького детеныша, когда он еще маленький. Что он делает под животом у мамы? Да завтракает он. Пока мама идет по своим делам, молочные железы у всех приматов. Где же положено? На груди. Пара молочных желез на груди. Вот здесь вот между передними конечностями у мамы. Детеныш висит на пузе, крепко держась заметку. И пока мама занята своими делами, он заодно решает свои проблемы с питанием. А вот это другой вари. Белый-черный или воротничковый вари. Очень похож на красный-черного, только окраска другая. Вот, пожалуйста, белый-черный вари, парочка. А вот это самое крупное из всех современных лемуров, это индри. Индри – разнообразная группа, опять же, на Мадагаскаре обитают. Их иногда еще называют летающий лему. Дело в том, что если индри в прыжке расставляют в разные стороны руки и ноги, то оказывается, что под мышками и в районе паха у них есть достаточно крупные складки из выточной кожи. Эти складки натягиваются как парашют. Скажите, какие еще животные используют совершенно такой же планиров? Летяги. Летяги, белки-летяги. Вот оказывается, среди приматов есть такие же планиристы. Группа индри. Вот это я вам показал некоторых лемуров. Кроме лемуровых, к полуобезьянам вот относится лори-мортная. Вот эта вот симпатяга. Судя по размеру глаз, какой образ жизни ведет этот зверек? Ну, разумеется, ночной образ жизни. Это галага. Галага больше всего похож на слегка сошедшего с ума пушканчика. Как передвигаются пушканчики? Все понимают? Прыжкает и кашет на задних ногах. Теперь представьте себе, что тушканчик решил немножко порикошетить крону в деревьях на высоте метров 15-20 над землей. И вы получите галагу. Отличных верхолазов, акробатов. Обратите внимание, подушечки пальцев расширены для обеспечения очень надежного захвата. Хлори-морф, но ты еще один галага. Такая же фоточка. Отлично развит слух, очень хорошо развит ночное зрение. А вот это тоже из галага, из лори-морфов, так же, как и галага. Вот это толстый лори. Несмотря на некоторое внешнее сходство, по темпераменту это прямая противоположность галага. Если галага – это вот такой кузнечик-тушканчик, то лори делают все медленно, медленно, медленно. Они ночные, величина глазных яблок огромная. И вот лори медленно, очень плавно перемещаются по ветке. На соседней везде сидит крупная саранча. Лори что делает? Лори берется ногами за ветку, в которую идет, руки отпускает и начинает медленно вытягиваться в сторону саранчи. Поскольку он быстрое движение не совершает, а насекомые реагируют именно на быстрое движение, то саранча реагирует или нет? Нет, не реагирует. И лори медленно и аккуратно берет саранчу с ветки. И после медленно и аккуратно ее ест. При этом он некоторое время находился в следующей ситуации. Ногами держится за ветку, а тело горизонтально вытянуто, так, руками он при этом берет саранчу. Представляете, силу захвата стопы за ветку, удерживая тело в горизонтальном положении. Мы про лори Моршина немножко с вами поговорили. А вот это, вероятно, самое редкое млекопитающее на нашей планете. Рукомножки или Ай-Ай, как называют их местные жители, обратить внимание на этот фантастический средний палец. Он вдвое длиннее остальных, очень тонкий. Такое ощущение, что он многосуставочный. Хотя количество паланков ровно такое же. Это рабочий палец. При помощи этого пальца руконожки залезают в проходы, проеденные личинками древоточицев, и выковыривают их наружу. На самом Адагаскаре руконожки уничтожены полностью. Ну вот, в прохи, та же самая зверюшка. Лапа ближе к нам, поэтому пальцы кажутся тонкими. Та лапа подальше от нас, видно, какое нереально причина. В любом случае, пальцы очень крупные. Вот, видно, это средний палец рабочий. Вот это были мадагаскарцы. Да, извиняюсь, галага и лори от Юго-Восточной Азии. И вот еще публика из Юго-Восточной Азии. Может быть, кто-нибудь знает. Долгопята не крупные ночные существа, ночные приматы. Размер тел долгопят с мой кулак примерно. Но местные жители боятся их до дрожи. Родовое название, Тарзис, переводится на русский как «привидение». Долгопят-привидение. Местные жители считают, что в долгопятах вселяются духи умерших. И вообще они их считают лесными духами умерших. Хотя, собственно, животинки совершенно безвредные. Почему называют долгопятами? Да, ну, во-первых, у них самая подвижная голова из всех млекопитающих. Вот этот долгопят сидит на ветке, а куда он смотрит? А смотрит он назад. Пожалуйста, не пробуйте так повернуть себе голову. Она у нас с вами при этом отвалится. А долгопят совершенно нормально на 150-160 градусов голову разворачивает. В конце пальцев кончается расширенными подушечками. Ну, а теперь давайте с ногой разбираться. Вот здесь тазобедренный сустав. Это понятно. Вот это какой сустав? Это коленный сустав. В результате вот это какой сустав? Это голеностопный сустав. А дальше? А дальше все кости предплюсные срослись вместе, образовав чудовищный рычаг. Вот какой голеностопный. И только потом начинает расходиться пальцы. В результате на ноге появился дополнительный рычаг. Дополнительный участок. Ну и как положено? Зачем это может быть нужно? Для прыжков, конечно, от катапульта. В результате долгопяты отличные пруганы по дереву. Самое примитивное зверье, которое сейчас уже большинство приматологов не относят к нашему с вами отряду. Считает, что все-таки тупаи ближе к насекомоядным. Еще не так давно тупаи считали самыми примитивными приматами. Но они действительно... Лапка у них похожая, череп достаточно похожий. Но судя по ДНК, они все-таки ближе к насекомоядным, чем к приматам. Вот здесь хорошо виден размер зверя. С белочкой примерно. Сидит на руке человека. Обитает в Юго-Восточной Азии. Селятся скорее не на деревьях, а в кустарнике и на скалу. Вот это тоже, в общем-то, наше родичье. Вот это такая простая публика полуобезьяная. Ну и теперь. Те, кто из приматов, кто к нам отношения не имеет. Это американцы. Как помним, американцы, вот они, происходят от своих американских полуобезьян вот эта ветка. Американские полуобезьяны сейчас вымерли, а американские обезьяны остались. Мы с вами происходим вот отсюда. Посмотрите, у нас нет общих родств. Американские обезьяны для нас двоюродные братья. Они родные. В отличие от обезьян старого цвета. Американских обезьян еще называют широконосые обезьяны. У них действительно носовые косточки существенно шире. К ним относятся самые мелкие всех обезьян наследия из группы игрунковые. Вот эта игрунка обыкновенная. Размером с небольшой белочкой. Игрунк иногда держит дома, хотя никогда не понимал у людей отвратительный характер у этого зверя. Самая так шистенькая, миниатюрнейшая обезьянка размером с белочкой. Ну вот это вот еще одна обыкновенная в позе отдыха. А вот эта родственная к игрункам группа тамарин. Вот в данном случае это императорский тамарин. Императорами их называют, но лучше бы размер все представили. Вот человек кормит каким-то лакомством императора. За вот эти усы. Как у китайских императоров. Длинные, висечие, загнутые усы. Назвали императорскими тамаринами. Кроме Игрунк. Вот это, пожалуй, самая распространенная группа среди американцев. Цепкохвостая обезьяна. И самая распространенная и шумная из американских цепкохвосток капуцины. Капуцины не очень крупные обезьяны размером от белки до кошки. Образует очень крупная стая. Обратите внимание на длина хвоста. Только американцы умеют висеть на хвосте. Только широконосцы. Пользуются хвостом вполне успешно. Как пятой конечностью. Обратили внимание, как стоят дела? Так. Ну и наконец. Ну вот более крупная цепкохвостка. Это ревун. Это молодой ревунчик висит. Ноги опустил вниз. Хвостом держится за ветку. Вот у нас более взрослый ревун есть. Ветки придерживаются хвостом. Очень своеобразная группа. Сакообразная. Величиной. С небольшой кошку. Как вы видите, внешность достаточно высоко. Ну и, пожалуй, у Акарии из всех сак самая своеобразная. Это не больная обезьяна. У нее в принципе высоко. Ярко-красная кожа. Вот это сакен. Ну и, наконец, самая крупная из всех американцев. Черная паукообразная обезьяна. Размером со среднюю дворняжку. Обратите внимание, конец хвоста. Закручен спиралью. Внутренняя часть спирали лысая. Сейчас я покажу, как она выглядит на фотографии. Это палец. Палец со своим отпечатком пальца. Только у нас каждый палец из трех косточек. У них из восьми. В результате хвост превращается в самую длинную, самую ловкую, самую сильную конечность у этих обезьян. Ну и обезьяна Старого Света. Сначала мартышкообразная. К мартышкообразным будет относиться самая разная павиана. Вот это я вам сейчас покажу. Крупнейшего павиана. Чакма. Или медвежий павиан. Вот это и вот это фотография взрослых самцов Чакма. Масса до 50 и больше килограмм. То есть несущественно уступает человеку. Физическая сила и защищенность существенно больше, чем у человека. Ну вот как выглядит оскал у молодого самца Чакмы. Клыки крупнее, чем у леопарда. Уступают в размере только клыкам льва. Обитают на юге Африки. Живут крупными гаремными группами. Ну вот это вот детеныши, точнее молодые подростки Чакмы едут на своих мамах во время прохода стада. Теперь близкие достаточно родичи павианов. Во-первых, гамадрива, плащеносные павианы существенно уступают Чакме в размеры. До 15 килограмм. Но поскольку живут очень крупными семьями, а так как стадо гамадривов это далеко не сахар. Вот здесь хорошо видно, почему называют плащеносными. На плечах и шее самцов длинные серебристые волосы образуют своеобразную мантию, грибу или плащ. Самки существенно меньше у гамадривов. Самец у черники. Черники – это детеныш до года. Детеныши до года учатся азам социального общения. Как выглядят в нашей компании позы угрозы, позы социального контакта, позы подчинения. Всему этому надо научиться. Ну, вот это, надо сказать, нетипичный случай. Может показаться, что счастливая семья. Папа, мама и детеныш. Ничего подобного. Это, конечно, никакая не семья. Семья у павиана выглядит абсолютно иначе. Семья – это альфа-самец, 5-6 самок, их детеныша и дальше круг сателлитов. То есть для всех павианов характерна горельная организация, а отнюдь не бинарная семья. Бинарная семья – вообще достаточно редкое явление в животном мире. Но ясно, что фотографы, будучи людьми, стараются ловить такие сюжеты, которые нам, людям, понятнее. Ну, если вам нравится, считайте это семьей. Хотя никакой семьей, еще раз подчеркиваю, это не является. Вот на этой фотографии вполне видно, почему детеныши павианов до года называют черненькое. Мех черный. Кстати, если его погладить, выяснится, что он жесткий, как дикобраз, а отнюдь не пушистый. Мех только остевой. Это обитателя обесинского наборья, знаменитая родича павианов Деллада, еще называют клубносы обезьяны. Обратите внимание, резко укороченная носовая костья. Деллада, пожалуй, самая социальная из всех обезьян. Стада до 500 особей. Ясно, что в таком стаде высокая степень агрессивности вещь невозможная. Все друг друга перебьют, покалечат. Поэтому, вот, вроде бы, свирепая драка между самцами. Реально, все дело кончается демонстрацией угроз. Вот вам поза угрозы так выглядит. Я вам говорил, что носовые кости укорочены, а это значит, что с длиной верхней губы. Вот она, ртовое отверстие. Вот нос уехал вверх. Что с длиной верхней губы? Она стала намного длиннее. Ну, нос не вот здесь, а вот здесь. Верхняя губа удлинилась. Вот она, поза угрозы. Что делает самец? Самец поднимает верхнюю губу. В этом режиме становится видно, какие у него плыки. И, как правило, среди гелат все кончается, выяснение отношений кончается как раз демонстрациями. Вот часть компании гелат, которая ушла на скалы. Дело в том, что в их местообитаниях деревьев очень мало, поэтому в основном-то они, конечно, обитатели скалы. Ну, вот это достославная группа мартышек, из-за которой вся эта компания называется мартышкообразная. Вот это самые распространенные американские мартышки, зеленые мартышки или верветы. Они чаще всего встречаются. Вот это мама вервета с детенышем. Детеныш занят своими делами. Вот это, пожалуй, одни из самых декоративных мартышек Дианы. Диана очень красиво окрашена со снежно-белой туникой, с яркими белыми полосами по бедрам, ярко-оранжевая между бедерями, каштановая поясница и серебристо-серая и все остальное. Очень похоже на Диану ряд рискороточных видов. Вот это бородатая мартышка. Так. А, вот классическая Диана, парочка классических Диан. А то, что я вам показывал, это белобровая мартышка. Видите, вот эта белая полоска на надброве. Вот белобородая мартышка в профиле. Очень похоже на Диана, но видим вот этот лоб удлиненных волос. А вот это знаменитые колобусы или дверецы. Ну, вот это абиссинский колобус во время прыжка. Обезьяна угольно-черная с длинной белой оторочкой по середине шеи и совершенно роскошной белой кистью на хвосте. Даже удивительно, что с таким оборудованием они умудряются отлично путешествовать по лесу. Вот это портрет колобуса, абиссинского колобуса с крупным планом. Вот это мама с детенышем. А вот это красный колобус. Их иногда почему-то еще называют зеленые колобусы. Хотя никаких зеленых тонов в окраске меха нет. Редкий случай. Почти полностью питаются листьями. Ну и, пожалуй, одни из самых своеобразных низших узконосых обезьян на сочи. Вот это портрет санкциальтного соча в профиле. А вот это в полупаз. У старых самцов размер носового хряща достигает такой величины, что свешивается ниже подбородка. Поэтому мешает обезьяне есть. И обезьяна одной рукой отводит нос в сторону, для того, чтобы другой рукой поесть. Но сам такой пожилой носочек. Заключение. Самое северное из всех обезьян японские макаки. Я сделал подборочку зимних снимков. Во-первых, здесь видно, что на зиму вполне себя образдают пушистой шубой. И хотя вид такой достаточно экзотический, такое ощущение, что замерзли смертельно и прижимаются друг к другу, они в северных японских островах вполне благодетствуют. и делают совершенно для меня непонятную вещь. Япония имеет большое количество не только вулканов, но и горячих источников в гейзерных. И вот эти ребята зимой купаются в горячих источниках. Но то, что пока они сидят в источнике, я понимаю, там им тепло, водичка тепленькая, даже почти горячая. И, наверное, это все очень здорово. Но представьте себе, что они ощущали. Когда мокрые вылезают на 10-грамочный мороз, ведь переодеться они не могут. Вот для меня это не очень понятно. Но как-то умудряются не подхватывать воспаление легких и даже ныряют в этом режиме не обязательно голова у них наружу торчит. Хотя некоторые фотографии, конечно, вполне трогательные. Но вот такой детеныш, который на краю вулканической ванны, вон там мама принимает горячую ванну, он тоже наполовину сидит в воде, но полное ощущение, что он ждет, когда его оттуда выпустят. На следующем занятии начнем мартышкообразных и человекообразных. Начнем решать с вами эту следующую проблему. С какого перепуга одна из двух человекообразных так изменила свою историю, что это изменение привело нас с вами в эту аудиторию на этот курс век. То есть начнем разбираться с проблемами антропогенеза, происхождения наших трехтов. Игорь Негода,